Не планировать, не тратить и не строить. Счетная палата пришла к выводу, что у Кабмина не все гладко со стратегическим планированием и выполнением нацпроектов, чем объяснить без инициативность чиновников. Власти еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Премьер Мишустин раскритиковал проект Минюста, в котором предлагается повысить штрафы за превышение скорости вплоть до 5000 рублей. Нацпроекты не планируем. Счетная палата обнаружила, что в правительственных документах нет почти половины показателей, отраженных в национальных проектах. Из чего счетная палата сделала вывод, что у Кабмина плохо со стратегическим планированием. Менее бизнеса о системе и психологии чиновников у Михаила Сафонова. Гендиректор карельской компании MB Barbell Вадим Маркелов в разговоре с Business FM сразу вспомнил о спортивном нацпроекте. Предприниматель производит спортоборудование. Его конкуренты – китайцы с менее качественными поддельными товарами. Бизнесмен рассказывает, что не раз обращался к чиновникам из разных министерств. Он, естественно, заинтересован, чтобы спорт в стране развивался вместе с отечественными производителями, чтобы заказы получали наши. И не то, чтобы власти отказывают, просто не разговаривают, говорит Вадим Маркелов. Мы направляем министерство спорта, мы направляем министерство производства и торговли. Обращаемся в министерство финансов, которое обязано определить вот эти деньги, вообще государственные не будут направлять или нет. Но в результате мы получаем всегда ситуацию одну и ту же. Полное безразличие во всех структурах власти. Полное вообще. Вот просто они как будто не видят, не замечают, и все равно. То есть они живут своей жизнью, абсолютно. О параллельной жизни чиновников, по сути, говорит и отсчет счетной палаты. Казалось бы, есть майский указ президента, который ставит конкретные цели, и министерства должны их выполнять. Добиться показателей по строительству дорог, больниц, школ и так далее. Палата проанализировала планы правительства и обнаружила, что почти половина показателей, которые заложены в нацпроектах, в документах правительства не учтены. То есть у министерств нет таких планов. У президента есть, а у правительства нет. Такая система, продолжает член Совета Московского отделения опоры России Дмитрий Несветов. Основная масса решений в чиновничьем поле, в сфере вообще государственного управления, принимается по вертикали. А какие могут быть мотиваторы для принятия решения вышестоящего начальника, заранее предположить невозможно. Это может быть, я не знаю, спектр от борьбы группировок и от решения более вышестоящих органов до личной неприязни. Президент группы компаний «Основа», а в прошлом сооснователь группы компаний «Мортен» Александр Ручьев в интервью «Бизнес.ФМ» рассказал, как он работал в Германии. Там есть 15-летний план по строительству. Над ним долго работают, утверждают, и после того, как примут, менять его уже нельзя. Паровоз тронулся, и обратной дороги нет. Поэтому там все знают, что будет построено за 15 лет. И за этот же срок подготовят следующий план на новую 15-летку. У нас же за год утверждят, поменяют, еще раз утверждят и снова поменяют. И те, кто это делают, потом отвечать не будут. Они или сменят работу, или вообще уедут из страны, говорит Александр Ручьев. А ради чего государственному чиновнику сейчас принимают долгосрочные решения? Есть ли у него долгосрочная мотивация именно с большой буквы «Родина»? Или такой мотивации нет и быть не может? Потому что они точно знают, что через 10-15 лет они не будут чиновниками. И все их решения, которые они примут здесь, не им расхлебывать. Мы же видим, куда перемещаются потом наши великие товарищи. Они не могут быть институтом развития. Мы попали в такую некую ловушку, что никто не думает о будущем. Все живут настоящим. Даже самые ярые противники советской идеологии признают, что она в этом смысле работала. И чиновники знали, что через 10 лет они останутся на госслужбе. Да и граница была закрыта. И вывести через офшор валюту нельзя. Сейчас же чиновник проработает лет пять. За это время дружественные ему компании получат госзаказы, построят, перестроят, заработают деньги. И до свидания. Но, кстати, это еще не худший вариант. Выгоднее всего вообще ничего не делать. Из служащих можно понять, попробуй не так потратить государственную копейку, придут прокуроры, а за ними следователи. Поэтому не планировать, не тратить и не строить. Тоже своеобразный чиновничий нацпроект. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал соответствующий проект Минюста. В конце января ведомство опубликовало проект нового кодекса об административных правонарушениях, которые в частности предлагают повышение штрафов. За превышение скорости до 40 км в час на 3 тысячи рублей, сейчас 500. За превышение до 60 км в час на 4 тысячи вместо нынешних полутора тысяч. И за превышение скорости на более чем 60 км в час 5 тысяч рублей. Вот что на это заявил Мишустин. При разработке нового кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих, но это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения. А также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования. А не идти по самому простому пути, кратно увеличивая просто их размеры. Накануне глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект нового кодекса об административных правонарушениях вообще никуда не годится и возбуждает ненависть к законотворчеству.